Климат в этом году повлиял на урожай многих хозяйств. Зимой трожники села ждут снега, который будет питать почву, а весной на осадки в виде дождей. Но, к сожалению, в этом году все было не по плану. Зима практически без снега, засушливая весна и лето. А если долгожданные осадки, то сопровождение града. Как в таких условиях выживают сельхозработники? В одном из животноводческих комплексов побывала Альбина Ламкова. Работать животноводом непросто, а труд его бесценен. В эти дни у сельхозработников урожайность на критическом уровне из-за погодных условий. Проблема в этом году одна. Землепашцы не могут получить прибыль от проделанной работы, в которую вложили немало средств. А животноводы, чтобы прокормить скот, должны потратиться втридорога для обеспечения своего хозяйства необходимым кормом. Необходимы такие культуры, как кукуруза. Это кормообразующая единица и сено, которого в этом году мало. Практически полностью высохли клевер, злаковый и зернобобовые культуры. Это сложный период, и борьба за урожай нешуточная. Боремся за каждый килограмм силоса. У нас есть свое растеневодческое предприятие. И наше же растеневодческое предприятие не смогло дать того количества необходимых заготовить кормов. Соответственно, приходится сейчас приобретать у фермеров кукурузу, скашивать. Соответственно, в такой ситуации, как засуха, растут и затраты на заготовку кормов. Но выхода нет. Животных надо кормить. Поэтому, несмотря ни на что, необходимое количество корма будет заготовлено. Уверенно говорит Сергей Штундер. Запас на 10 тысяч тонн кукурузы на силос уже есть. И еще 3600 тонн сенажа, более 1000 тонн сена и соломы тоже приобретено. Мы делаем запас больше силоса, соломы и сена, чтобы заменить в рационе сенаж, который мы обеспечили наполовину. Поэтому необходимость у нас, например, по силосу 12,5 тысяч тонн. Мы планируем заготовить 15 тысяч тонн. По сену мы планировали заготовить 600 тонн, заготовили 1000 тонн. Это для того, чтобы сбалансировать. Помимо сложной ситуации, связанной с засухой, холодной и малоснежной зимой, корм должен быть качественным и пригодным. В основном это относится к заготовке силоса. Он необходим для полноценного питания животных. К нему предъявляют определенные требования. Эту культуру косят при влажности 70%. Пятью тысячами тонн силоса в животноводческом комплексе нужно запастись еще. Это как раз то количество, что будет трамповать заготовленную яму, предусмотренную для зимовки. Сергей Штундер надеется, что кинув все свои резервы в этот сложный неурожайный год, они все же выполнят план и не оставят без питания скот. Альбина Ламкова, Заурлиев, Вести, Корчаева, Черкесия, Адыехабльский район.